Представление победителей номинации «Вокалист года в классической музыке» на сцене ведущей Российской национальной музыкальной премии «Виктория» Андрей Малахов. Еще раз всем здравствуйте. Такое ощущение, что я прямо главный по классической музыке сегодня на этой церемонии, потому что сейчас следующая номинация звучит так «Вокалист года в классической музыке». Давайте посмотрим, кто представлен. Внимание! «Вокалист года в классической музыке» в номинации представлены Жюль Масне, Луи Галле, Элегия, Ильдар Абдразаков Форсенон Фу, Анна Недребко Олимпиков, Димаш Кудайберген Ава Мария, Хибла Герзмава Джакому Пучини, Ария Мими из оперы «Богемия» Аида Гарифулина Винченцо Беллини Винченцо Беллини Каватина Каста Дива из оперы «Норма» Ольга Перетятько Ну что, и победителем года в номинации «Вокалист года в классической музыке» Становится Димаш Кудайберген Аплодисменты 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 Очень приятно вновь выходить на эту сцену со сатлеткой Хочу поблагодарить вас еще раз за ваше доверие, за ваш теплый прием Аплодисменты Я немного переживаю и волнуюсь И не забуду еще всех успеть поблагодарить Игорь Яковлевич, вам огромное спасибо еще раз Давайте поаплодируем маэстро Еще раз спасибо моим родителям Еще раз спасибо моим всем друзьям, которые помогают мне, работают со мной И всем моим слушателям за теплую поддержку, за вашу любовь Мы стараемся ради вас и будем стараться надеюсь еще на протяжении нескольких лет Улькен Рахмед, ваша мазала Love you, dear! Но я вижу, как в зале поклонники Димаша, пусть они далеко, но они, посмотрите, как они подготовлены Практически с иллюминацией они сидят, и их видно из любой точки Кремлевского дворца. Ну что, я иду к вам, друзья. Расскажите мне о ваших чувствах к этому исполнителю, который только что получил премию. Привет. Подними выше, чтобы все увидели, как ты пришла на церемонию. Почему тебе нравится Димаш? Димаш великолепный вокалист. Не говоря уже о количестве октав, которые он может взять. Сам подход к музыке просто потрясающий у данного молодого человека. Ну ты бы хотела с ним сфотографироваться, скажи? Конечно. Пойдем, я исполню твою мечту. Правильно. Вот когда ты сидишь в двадцать пятом ряду, а благодаря судьбе ты окажешься сейчас рядом с Николаем Басковым и Димашем. Пойдем, пропустите. Как тебя зовут? Александра. Александра. Сегодня твой счастливый день. Итак, Димаш. А, он уже раздает автографы тем, кто и без меня здесь, понимаете, уже обнимый. Здрасте. Вот. Фотографию. Кто сделает? Сергей, мне кажется, вы должны сделать сейчас это фото. Вы тоже? Нет, вы пришли без плакатика. Вам уже сделали автограф. Ну что, спасибо за твое доброе сердце. Спасибо, что ты поддержал цветы, цветы Димаша от поклонников. В балконе мы тоже вас видим. Димаш, здесь посмотри, тоже цветы и тоже твои поклонницы. Все, все проходы. Так, посмотрите. Вот оно, минуты счастья. Николай, мне кажется, есть человек, у которого больше сегодня цветов в зале, чем у тебя. Спасибо. Битва букетов. Да нет, это же счастье на самом деле, когда появляется прекрасный, талантливый вокалист. Действительно, человек, у которого невероятный божий дар. Господь его поцеловал, Всевышний поцеловал. Невероятный диапазон, культура пения. Я себя вспоминаю 20 лет назад. Димаш, не сходи с пути, иди с Игорем Крутым. Потому что это прекрасная дорога. Ну, а я просто буду дарить людям радость, а ты мастерство. И очередной бокал шампанского у Николая пуст. Ему больше не наливать сегодня. Да это мой, который я выпил на сцене. Господи, Андрей, сейчас из бокала сделаешь сенсацию, что мне что-то налили. Туда добавили. Добавил Билан. Басков упал. И все. И наконец-то про премию напишут. Юлия Зиверт тут ползла. Что-то там, знаешь, вот это все. Зато весело на самом деле. Мы с тобой, как знаешь, в анекдоте. Когда встречаются два врача на симпозиуме. Один другому говорит. А коллега, вы кто? Он говорит, я гинеколог. Он говорит, а вы кто? А я проктолог. Ну, значит, соседи. Но это только для вас, друзья. Вы понимаете, что в трансляции этого анекдота не будет. Заметь, без шампанского. Ну что?